Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы поговорим о нодах, о очень важной части DaVinci Resolve. Потому что вся основная работа цветокоррекции мы делаем в нодах. Если кто-то работал в программах Adobe Photoshop или в After Effects, как вы знаете, там вся цветокоррекция идет по слоям. То есть на каждый слой делается контрастность, насыщенность цветов, разные там делаются изменения цветов. То же самое в принципе делается в нодах. Например, вот в этом футаже, вот возьмем этот футаж и добавляем некоторые ноды. Это те же самые же слои, которые есть в Photoshop или же в After Effects. Но здесь есть немножко разница, чем в других программах. Потому что есть разные ноды. Корректор, параллель, лармиксер, кеймиксер, сплиттер, комбайнер. То есть эти разные ноды, слои, у них есть разные функции. Они выполняют разные функции. Интерфейс нод находится в правом углу, в верхнем углу программы DaVinci Resolve. Можно вот отсюда zoom in, приблизить или zoom out, удалить. При помощи скролла можно делать вверх-вниз. И еще очень интересная здесь кнопка toggle display mode. Когда на него нажимаем, если у нас три монитора, то есть дополнительный монитор для цветокоррекции, это очень помогает, очень много места остается для нод. И мы можем создавать, сколько захотим смотреть, вот много нод. Давайте Ctrl Z сделаем. Вернемся в первоначальный вариант. На каждом появленном ноде можно по отдельности делать любую цветокоррекцию. То есть выбранный каждый нод, например, второй нод сейчас у нас выбран, он вот так оранжевым квадратиком выделяется. Можно делать вот разную цветокоррекцию, например, при помощи инструмента Color Wheels, Primaris, RGB Mixer и даже вот можно разные вот шумодавления поставить. Ну, например, давайте во втором ноде делаем контраст или уберем насыщенность. Для того, чтобы, например, знать, какие вы делали настройки, вот ставите мышку на ноду, и он показывает, какие вы делали настройки. То есть мы вот трогали Saturation, Primary Balance. Если я еще сделаю, например, маску, сейчас допустим, вот сюда намажем маску. Если вот так держать, вот видите, Power Windows, то есть даже написал маску. Если давайте еще добавим, например, шумоподавление Noise Gate, вот сейчас. Вот Noise Reduction, он тоже все функции цветокоррекции, инструменты, которые вы использовали, можете видеть. Для того, чтобы именно сделать Disable, то есть не работал этот нод, нажимайте на цифру. Вот сейчас он не активный. Активируйте, еще раз нажимайте на ноду, он становится активным. Все ноды прикрепляются друг к другу при помощи вот этих желтых кружочков. Это для RGB прикрепления. А вот нижний, синий треугольник, это для кейинга, то есть кей-миксера. Об этом мы потом поговорим. Любую ноду можно два раза нажимая выбрать. Вот так нажимаем при помощи мышки. И можно удалить, например, выбирая Delete делается. Чтобы добавить ноды, есть горячие клавиши. Вот именно секция Nodes. Вот от Serial No. Например, Alt S. Вот нажимаете, вот появляется. Добавить ноду перед этим нодом. Например, перед третьим нодом хотите добавить ноду, нажимать Shift S. Вот, четвертая нода появляется перед третьим нодой. Добавить параллельную ноду можете. Вот, нажимаете Alt P отсюда. Появляется параллельная нода. Добавить Layer Node. Alt L. Вот. Append Node. То есть дополнительно новая нода прикрепляется к предыдущему ноду, например, третьему. И здесь есть очень интересная нода, Alt Outside Node. Это для чего? Вот давайте, например, во второй ноде мы выбрали какую-нибудь вот маску. Когда вот добавляем эту ноду, вот отсюда, Alt Outside Node. То есть он как будто инвертирует маску. То есть дополнительно фон разделяет от маски. Допустим, вы там можете, например, давайте синий цвет сделаем. Вот видите, весь фон, разделенный от этой маски, вот он становится синим. И еще здесь есть Splitter, Combine Node. Давайте это тоже посмотрим. Он разделяет каждый нод выбранный, отправляет сигнал на Splitter. А Splitter разделяет футаж на три цвета. Давайте здесь сделаем нод Windows. То есть каждый канал красный, зеленый и синий. Потом эти все каналы по отдельности можно обработать, конечно же. Ctrl Z. Так. Еще есть вот такие функции. Можно здесь добавлять по маскам. То есть Add Serial Node. Вот автоматом добавляются маски разного типа, то есть шейпы, круговые, или же вот, можно вот, вот такого типа вот маска. Добавляется сериал, но вот такого типа маска. И ручная маска. Можете нарисовать какую-нибудь маску. Ну, все эти горячие клавиши вы можете здесь изучать. Для того, чтобы, например, вот отсюда можно еще Zoom делать. Или же вот отсюда Zoom. Выбрать какой-то нод и деактивировать его. Надо вот здесь сделать. Сейчас я вам покажу. Enable Disable Current Node. Ctrl D. Нажимаете. Вот он сейчас деактивировался. Еще раз нажимаем Ctrl D. Вот он активируется. Вот так. Деактивируется. Если вы хотите деактивировать все ноды, нажимаете Alt D. Нажимаете Alt D. Все выбранные ноды, как видно отсюда, все четыре ноды, вот деактивированы. Еще раз нажимаем Alt D. Сейчас все ноды активными стали. По отдельности можно еще, нажимая на цифры, их активировать и деактивировать. Сделать сброс нод, то есть, например, если вы делали какую-нибудь коррекцию, например. Сейчас Saturation сделаем. Если хотите Reset делать именно этого нода, вот здесь нажимаете Shift Home. Вот. И Reset этого нода. Ctrl Z. Если вы хотите делать Reset всех нод, то есть, деактивировать, сбросить все настройки нод, делаете Reset Grades and Keeps Nodes. И все. Все ваши выбранные ноды сделаны Reset. Есть еще очень интересная фишка. Здесь, вот выбирая здесь на мастер секции, вот Color. Вот здесь в секции General Settings есть такая вот настройка. Switching Clips. Вот по умолчанию здесь стоит Select Last Adjusted Node. Это что означает? То есть, когда я перехожу на другой футаж, любой футаж, сейчас сделаем. Если, допустим, вот сейчас у меня выбранный четвертый нод. Сейчас, если я вернусь на изначальный, первоначальный ноду, вот у меня сейчас здесь выбранный четвертый нод, то есть, третий по списку. Опять вернемся, вот четвертый тоже остался на месте. Если мы сейчас здесь сделаем Select First Node, когда мы будем переходить на каждый раз на новый футаж, у нас всегда будет активная первая нода. Смотрите, вот у нас первая нода активная. Вот здесь тоже первая нода. Вот здесь тоже. То есть, когда мы делаем переходы, всегда будет активна первая нода. Или же можно настраивать, всегда делать активную последнюю ноду. Select Last Node. Apply. И если вот переходим, вот всегда вот последняя нода у нас сейчас, четвертый. Вот видно, что у нас всегда будет активная последняя нода. Но здесь четвертый, это и считается последней нодой. Так. Сейчас вернемся. Еще есть такая функция Select Same Node. Это тоже интересная функция, например. Допустим, я здесь выбираю вторую ноду. И когда я буду переходить на разные футажи, всегда у меня будет активна вторая нода. Вот. А, что-то я не то сделал сейчас. Исправим. Итак, вот выбрали вторую ноду. Вот выбираем любую. Вот везде у нас вторая нода активная. Ну, я обычно работаю вот в этом Select Last Adjusted Node. То есть, всегда у меня на футажах остается последний вариант, где я делал, то есть, оставляя ноду, выбранную сам, произвольную. Любую ноду можно вот, нажимая на пустой месте мышки, добавлять, например, корректор, параллельную ноду. Любую ноду вот можно отсюда еще добавлять. Одно вот делаешь. Убираем Delete. Delete, например. Потом, выбирая каждую ноду, вот. Можно здесь написать, например, какое-нибудь название Change Level. Например, Маска. Здесь можно делать, например, Saturation. Теон, например. То есть, можно дать название, чтобы потом, когда очень много нодов, не запутаться. Это тоже иногда очень помогает. Выбираем ноду какую-нибудь. Еще есть очень интересная вещь. Например, на любую ноду. Можно, давайте я этот общий лют отключу отсюда. Apply. Можно на любую ноду. Сейчас какую-нибудь возьмем. Здесь наложить лютые разные. Вот input. Или же на четвертую давайте. Вот, есть разные здесь лютые. Я обычно использую 3D лют. Например. Ну, давайте какой-нибудь возьмем, например, кодек. И вот, видите. Сразу меняется цвет. Можно даже, вот смотрите. Arie Log C2 Rec 709. Сразу автоматом он добавляет. И контрастности. И еще можно на третий нод добавить еще какой-нибудь другой цвет. Например. Вот так. Люд. Ну, здесь еще Color Space на каждом ноде показывает, на какое цветовое пространство работает. RGB, UF, HCL. А это вот красный канал, зеленый канал и синий канал. А здесь вы добавляете маска Add Matte. Ну, об этом еще поговорим. Так, для чего же и как же мы будем использовать ноды при цветокоррекции? Ну, давайте вот сейчас перейдем на другую тайм-линию. Вот здесь я выбрал очень хороший футаж. Это все удалим. Вот футаж Aria Alex'ы камеры. Давайте создадим какую-нибудь ноду. Alt S. И вот, например, я хочу, чтобы при помощи нод разделить этот синий цвет, чтобы весь фон стал бесцветным, а синий цвет остался. Ну, давайте разбираться. Берем, например, цвет нод Corrector. При помощи вот этих желтых кружочков. RGB кружочки я так их называю. Делаю связь. А вот отсюда, через K, ввожу вот на этот микс. Для чего я это делаю? То есть, я выберу вот в этом диапазоне, создам какую-нибудь маску хотя бы. И выберу цвет. Синий, например. И вот, как видно, на второй ноде у меня выбран цвет. Синий цвет, да? Немножко булориста добавим. И когда Shift H нажимаем, я когда на третьем ноде сейчас попробую сатуречник убрать, как видно, у нас остается, давайте немножко, синий цвет. То есть, фактически мы управляем синим цветом раздельности от этих нод. То есть, при помощи вот именно кейера и корректора ноды мы можем такие вот делать интересные вещи. Например, вот на этом здесь мы можем контрастность добавлять. Что хотим делать? Но все равно в любом случае у нас здесь кейер остается. То есть, цвет выбранный. Также можем убирать. Все. Все равно видите, у нас синий цвет остается. А на втором канале мы можем добавить сатуречник, например, на этом ноде. Можем убавлять. Уделять. То есть, убавлять сатуречник на... Можно вот именно первым ноде сатуречник добавляем. Ну вот. Добавляется. И вот выбранный нами цвет стал немножко такого плана. Так. Вот предназначение, например, ноды корректор. Давайте сейчас это все встерем. Сделаем еще другой вариант. Все. Сделаем reset. Давайте создадим параллельную ноду, например. Нажимаем Alt-P. Вот. Создали. Создали вот еще три ноды, да, допустим. И на каждой из этих нод создадим маску. Что я вам хочу объяснить смысл работы параллельной ноды. Создадим три разных масок. Раз. Здесь два. Как видно отсюда, наши маски создаются в нодах. И создам еще один третий нод. И три. Давайте еще один создадим Alt-S. Здесь ноду после параллельной. Просто для запаса. Давайте вот первую маску сделаем красной. Например. Добавим Saturation. Вот. Вторую маску сделаем. Давайте, например, синим и зеленым. Добавим Saturation. А третью маску сделаем. Ну, пусть будет, например, желтым. Тоже добавим Saturation. Когда я приближаю, как видно, сейчас немножко большое сделаю, вот эти цвета смешиваются. То есть, они, каждый из этих масок не налаживается друг на друга, потому что они вот смешиваются. Это вот именно параллельно идет. Вся обработка идет в масках параллельно. Давайте я еще на первом канале немножко контрастно добавлю, чтобы вам ясно было, о чем вообще здесь идет речь. Давайте немножко я это уберу, чтобы вам ясно было. Вот они вот, когда вот поближе сделал сейчас, немножко уберу. вот маски, да, убранные. Когда я вот, например, вот когда я зеленый цвет, например, делаю, вот он смешивается с красным. Вот, красный вот. То есть, параллельные нода смешивают все маски, обработки одновременно. А если я эту параллельную ноду поменяю на Layer Mixer нод, вот здесь самое интересное. Эти все ноды наслаиваются на друг друга по очереди. То есть, сперва идет, например, красный, потом идет зеленый, потом на оба на них вот идет этот наш желтый, да, давайте сделаем вот так. Это уже сделаем вот так, синим, а вот этот сделаем красным. То есть, вот, вот так, например, да, что он стал немножко соответственно. Еще раз я вам показываю разницу, потому что это очень важно. Вот, они налаживаются друг на друга, маски, а здесь, если сделать параллельную, вот, они смешиваются цвета, то есть, маски, вся обработка смешивается. Но я думаю, что вы основную разницу между параллельным и лайным миксером поняли. Например, на некоторых примерах мы это можем использовать. Давайте сейчас попробуем. Я это все удалю. Опять. Все параллельно. Вот так. Немного сюда. Давайте еще раз попробуем делать то, что мы сделали при помощи от корректора, но на этот раз используем layer mixer. Давайте еще создадим вот. Вот так. И создадим еще один layer node mixer, layer mixer. Это вот прикрепим сюда, а это вот. Вот, когда вот нажимаешь, вот плюсик появляется, отпускаешь, он автоматом туда прикрепляется. Создадим еще один ноду. Давайте я его reset сделаю первую ноду. Создадим еще одну ноду, например, корректор. И вот то же самое сделаем, то есть выберем опять синий цвет. При помощи layer будем миксовать сейчас сюда, а этот мы должны прикрепить вот сюда. Но сейчас, как видите, он туда не прикрепляется. Это очень легко и справляется. Нажимаем на правую кнопку add one input, то есть дополнительно создать RGB канал. И вот он сюда прикрепляется. И давайте то же самое сделаем. Например, здесь создадим qualify выберем какой-нибудь цвет. Я создал здесь маску. пипеткой возьму этот цвет. Итак, вот выбранные здесь ноды мы прикрепили к layer миксеру. И вот здесь у нас на второй ноде выбран вот например синий цвет. И вот мы можем заднюю часть сделать бесцветным. Опять то же самое можно вот так. А если мы его поменяем на параллельную ноду. Вот как видно, когда мы двигаем saturation, здесь у нас во втором ноде тоже потому что параллельно у нас идет обработка цвета. вернемся до вернемся mixer нод сейчас опять на saturation вот видите я меняю saturation а у нас цвет остается на одном месте. То задний фон на второй ноде можем например такие вещи делать маску наложить туда сколько хотите вот например нодов добавлять разные фишки делать например но это не будет действовать выбран наш цвет а у вас сейчас может появиться такой вопрос давайте это резет сделаем все а как сделать так что например если я хочу чтобы я выбираю этот цвет синий вот этот красный цвет и вот этот зеленый цвет чтобы все эти цвета оставить а другой фон сделать бесцветным в этом нам поможет очень хороший нод кей миксер как мы это сделаем я сейчас вам покажу удаляем это все пока давайте тоже удалим создадим три разных например сериальные ноды и на каждой ноды сделаем например маску создадим для цветов первая маска здесь вторую маску создадим например вот здесь я нарисую вот маска пусть будет здесь а третью я создам вот здесь например да зеленый чтобы было так как видно мы создали три ноды и три маски и я хочу чтобы весь задний фон был бесцветным а эти три цвета остались для этого создаем кей миксер и я сказал что вот эти синие треугольник именно для кей миксера здесь у нас три нода вот первый сюда каждый выход кей канала вот на третий уже не хватает из-за этого создаем add one input еще дополнительный один создаем вот сюда и нам еще понадобится один дополнительный нод чтобы все это вывести создаем сериальный нод например отсюда и вот выход от кей миксера то есть у нас все маски и выбранный там цвет заходит в кей миксер отсюда выходит сюда и как видно отсюда если нажимать вот это ключик кнопку вот все наши выбранные маски кей видны здесь например да и что нам остается вернемся сюда и давайте выберем на каждой маске вот например я хочу этот цвет выбрать вот на кей миксере видно что я выбираю этот цвет например потом выбираю на втором опять квалифер красный цвет выбираю и здесь найти его третьи ноде вот третьи маски здесь выбираю вот давайте я сделаю чтобы маска была видна вот здесь у нас маска и я выбираю вот например цвет сейчас вернемся сюда и посмотрим вот все наши три цвета вот красный здесь зеленый здесь и синий здесь выбран вернемся вернемся на последний вот футаж и здесь уберем saturation вот самое интересное когда мы это все убираем как видно наши цвета остались то есть три маски давайте я покажу вот цвета выбраны в масках остались это потому что мы через кейер подключили их к миксеру и вот можно вот так на каждый раздельный цветом работать с маской работают это очень удобно например если в кадре 3-4 человека и у них можно лицо кожу по отдельности вот обработать например по маскам и это все 3-4 маски объединить в кей-миксерах очень удобно и конечно же можно каждой ноде например добавить saturation например осветлить давайте на второй тоже сделаем осветлим красный цвет saturation добавим например и на зеленый осветлим и немножко добавим saturation все выбранные у нас три цвета вот именно в кадре остались при помощи миксера здесь есть один нюанс если вы отсюда например добавляете контраст или же какие-то изменения делаются в этом шестом ноде это только происходит за пределами этих масок то есть наши красный зеленый синий цвет не меняется вот смотрите а если вы хотите чтобы все общий контраст менять или какие-то изменения делать создаем еще один после шестого нода серийный нод и здесь вот когда мы будем двигать как видно уже все наши маски одновременно работают сети да слоем то есть нодом смотрите вот когда все убирается вот все слои убраны а если бы мы например это сделали бы вот отсюда давайте это удалим это у нас не получилось вот видите я удаляю вот цвет вот эти три цвета остались потому что это происходит потому что у нас кей миксер включен вот в эту ноду ну я думаю что принцип кей миксера работы вы поняли давайте это все удалим еще раз и у нас напоследок остался вот самый интересный сплиттер комбайнер нод этот нод очень интересный здесь можно интересные эффекты получить то есть первичный футаж он разделяет на сплиттер посылает на сплиттер оттуда выходит по rgb три цвета то есть красный зеленый и синий потом эти все три цвета опять комбинируются то есть вместе и получается наш футаж для чего это нам может быть понадобится можно здесь интересный эффект создать вот нажимаю на эту кнопку заходим сюда нод ну давайте панораму сделаем красного цвета потому что нода у нас красная первая цвет вот красный цвет у нас отодвигается да давайте зеленый немножко вот сюда отодвинем и синий вверх вот можем такие вот разные эффекты получить в принципе вот интересный такой эффект получается удаляем опять так все удалил еще давайте еще одну создадим интересный вот такой тазик сейчас давайте еще layer node 1 создам там там есть очень интересная функция вот берем этот layer node вот здесь должен появиться плюсик когда плюсик появляется отпускаем и давайте какой-нибудь создадим ну корректор например создадим add и например add input можем еще создать много разных input давайте вот это сюда первый канал можем делать или можем еще сколько захотим создавать корректор в разных еще давайте на этом создадим маску какую-нибудь пусть будет здесь сделаем эту маску например создали на второй ноде маску например и при помощи квалифира выберем цвет например вот выбран цвет у нас в этой маске да добавляем например сатур можно добавить и shift h вот при помощи если я это удалю то есть сделаю бесцветным не отсюда шипсом шипсом вот эту маску то есть цвета я добавлю если я здесь удалю сатурейшин и вот от лая миксера вот композит мод это знакомо софтер эффект наверное многим вот можно здесь по разным вот эффекты здесь создавать overlay например можно сделать hardlight ну вы это сами можете экспериментировать давайте еще на второй ноте я еще одну маску создам вот еще одна маска здесь я сделал его красным вот у нас выделены две маски и давайте при помощи вот видите subtract можно сделать scream мод делать и эти вот реглевку можно вот еще отсюда делать при помощи кейнга смотрите вот например убираю gain добавляю то же самое можно вот на второй канал то есть вставляем на layer миксере composite мод какой вы хотите вы например add и вот отсюда можете регулировать какой из этих хотите масок ну я думаю общий принцип работы нодов я вам объяснил постарайтесь сами делать разные тесте вот я например делаю например я разделяю кожу человека и фон разный делал маски тестирую сам тоже и изучайте это очень интересные вещи ноды я думаю что много чего сами найдете хороших вещей о нодах я наверное уже в этом уроке заканчиваю и я постараюсь еще на будущих уроках сделать хороший бонус я рекламу здесь готовил монтаж и вам покажу в реальном времени как работаю в нодах цветоконрекцию делаю